И, наверное, нет таких родителей, которые бы не сталкивались с трудностями сна у ребенка. Поступите хитрее. Что делать, если пришло время спать, а ваш ребенок совершенно не собирается этого делать, он хочет продолжать играть, но что я заметила в детском саду? Это работает! Привет! Меня зовут Елена, и я дошкольный педагог-психолог. На этом канале я рассказываю о дошкольной педагогике и психологии, и делюсь практическими навыками. Мы обсуждаем, как это учить ребенка от памперса, как научить детей читать, и что делать, когда приходит время детских кризисов. Ну, и о многом другом. Сегодня я хотела бы обсудить такую очень острую и важную тему, как сон ребенка. Не все дети хорошо засыпают, и, наверное, нет таких родителей, которые бы не сталкивались с трудностями сна у ребенка. Большинство детей засыпают с трудом. Почему же так происходит? Сложное засыпание малыша обусловлено тем, что его нервная система еще только формируется. Давайте с вами сегодня поговорим о том, что может помочь ребенку засыпать, что может помочь сделать этот процесс для родителей более комфортным, более предсказуемым. Что может мешать ребенку уснуть? Ну, самое базовое основное – это голод или жажда, а может страх расставания с близкими. Возможно, у малыша вообще отсутствует в данный момент желание спать. Как правило, ребенок сам примерно устраивает свой собственный режим бодрствования и сна. Если мы говорим, например, о годовалых детях, то они могут спать по 16 часов в день, когда двухлетний ребенок спит в среднем 12-14 часов в день и даже порой может обходиться без дневного сна. Следите за активностью ребенка в течение дня. Пусть он играет в какие-то подвижные интересные игры и выплескивает излишки энергии, а к вечеру постарайтесь все активности свести к нулю. К вечеру лучше заняться тем, что ребенка расслабляет, но об этом чуть позже. Пожалуйста, следите за тем, чтобы не закрепить связь поплакал-уснул. Дайте ребенку переработать эмоции, пусть он успокоится и только после этого пусть засыпает. Придумайте свои собственные ритуалы отхода ко сну. Например, купание ребенка, совместное выключение света во всей квартире, чтение перед сном. Пусть ребенок будет знать, что какие-то действия предшествуют тому перед тем, как он отправится спать. Если вы видите, что ребенок настолько сонный и уже готов уснуть прямо сейчас, то пренебрегайте всеми ритуалами и пусть ребенок спит. Не сбивайте его сон. На ребенка очень сильно влияет то, в каком состоянии находится взрослый, который укладывает его спать. В детском саду, когда я укладываю детей спать на тихий час, прежде всего я успокаиваю саму себя. Я делаю 2-3 глубоких вдоха и выдоха, понимаю, что я спокойна и дети очень хорошо считывают этот момент. Они тоже становятся спокойны и гораздо быстрее засыпают. Обычно мне хватает 5-7 минут, чтобы все детки в группе спали. Вы наверняка видели, как ваш ребенок показывает то, что он хочет спать. Он может тереть глазки, он может начать зевать, он может стать более медлительным в исполнении каких-то процессов. Если вы увидели такие знаки, приступайте к укладыванию ребенка ко сну. Пусть он не сделает то или иное дело, пусть он не доест или что-то еще. Воспользуйтесь тем, что психика в данный момент ребенка устала, что ей нужно отдохнуть, что ей нужно расслабиться. Если вы этого не сделаете, вы можете сбить эти ритмы. Ребенок вроде будет хотеть спать, но не будет к этому готов. И вроде ребенок захочет спать через какое-то время, но фактически из-за того, что психика в данный момент будет возбуждена, он не сможет сам себе уложить. И вы не сможете его уложить и будете только мучить друг друга. Приучите малыша, что кровать это место для сна. Не стоит устраивать игры на кровати, тем более активные. Не стоит играть с игрушками на кровати. Пусть у ребенка закрепится эта кровать, здесь спят, здесь можно расслабиться, полежать, успокоиться. А для игр есть специально отведенное место. Если мы говорим о тихом часе, если ваш ребенок спит днем, постарайтесь укладывать его в одно и то же время. Во-первых, биоритмы организма уже сами будут тянуть ребенка ко сну. Во-вторых, если ваш режим дневного сна будет прыгать вплоть до двух часов, это сильно усложнит вам укладывание ребенка на сон в вечернее время. Что делать, если пришло время спать, а ваш ребенок совершенно не собирается этого делать, он хочет продолжать играть, он находится в достаточно возбужденном состоянии и категорически отказывается идти в постель. Здесь не стоит в приказном порядке говорить, иди спать, время пришло. Поступите хитрее. Попробуйте предложить ребенку какую-то игру, которая достаточно спокойная, которая уже не такая активная, как была. И постепенно, постепенно введите с помощью игры ребенка в то состояние, когда он будет спокоен. Спокойного ребенка легче уложить спать, чем ребенка, который только что играл в активную игру. Старый метод укачивания работает. И даже для взрослых деток 3-4 лет. Каждому ребенку изредка хочется ощутить себя маленьким-маленьким малышом и полежать у мамы или у папы на ручках, чтобы его покачали. Это работает, особенно когда ребенок действительно не может себя успокоить, особенно когда его психика возбужденная. Укачивание очень хорошо помогает. Включите расслабляющую музыку и белый шум. Это хорошо поможет ребенку настроиться, синхронизироваться с музыкой, поможет успокоиться. Но что я заметила в детском саду? Вот если взять тот момент, когда ребенок непосредственно прям засыпает, то пусть он это делает в тишине. Все-таки заснуть, когда рядом какая-то музыка или что-то шумит, ну немного тяжеловато. Попробуйте даже сами. Пусть ребенок успокоится с помощью музыки и белого шума, а заснет в тишине. Сейчас очень много практик самостоятельного засыпания малыша. Есть много консультантов по поводу этой темы. Скажу так, эта тема мне не совсем близка. Многие родители пользуются самостоятельным засыпанием. У многих это очень хорошо работает, но я представляю себя на месте ребенка, которого оставили одного в комнате, закрыли дверь, и к которому приходят там через какие-то промежутки. И я представляю, насколько в этот момент себя ребенок чувствует брошенным и покинутым. Для многих это работает, многим это подходит, но я не использую это в своей работе. И еще один очень-очень хороший момент, который помогает ребенку заснуть, и это замечательный и действенный способ, это поглаживание ребенка. Например, гладить между бровями по часовой или против часовой стрелки. Смотрите, как нравится вашему ребеночку. Чтобы ребенок уснул, можно гладить его вот так вот пальчиком по носику. Ну смотрите, чтобы это поглаживание не превратилось в щекотку. Многие дети сами вам подскажут, что им нравится, когда им гладят перед сном. Например, один мальчик, когда я его укладывал спать на тихом часу, прям дал мне понять, что ему нравится, когда его гладят по ножке, вот прям по ступне. Когда я рассказала об этом родителям, они говорят, да, нам он тоже так подсказал, и мы тоже именно так, поглаживая его по ступне, именно так укладываем спать. Часто я даже у родителей спрашиваю, есть ли какие-то моменты, как ребенок любит засыпать. И по возможности стараюсь использовать те же ритуалы, которые родители используют дома. Так что, как идея, поделитесь с вашим воспитателем какими-то приемами и лайфхаками, которые работают для вашего ребенка. Наверняка я рассказала еще не о всех способах, как можно уложить ребенка спать. Поделитесь своими в комментариях. Если у вас остались вопросы, конечно же, их задавайте. Я буду благодарна, если вы поставите лайк этому выпуску. Благодаря этому YouTube его продвинет, и этот выпуск увидит гораздо больше родителей. Возможно, кто-то сейчас не может уложить ребенка спать, и пару каких-то идей ему бы очень пригодились. Ну а мы сегодня с вами прощаемся. Увидимся в следующих видео. Пока и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова